Дорогие коллеги, друзья, слушатели! Благодарю Наталью Александровну Фатееву и всех коллег по Институту русского языка за возможность быть гостем и представить новейшие результаты своих исследований в области переводоведения, теории перевода и рассказать о последних моих работах, еще не опубликованных. Мой доклад делится на три части. Сначала я объясню, в чем специфика тех источников, которых я перевожу, в чем их трудность для перевода, затем покажу, как мне приходится работать с этими текстами, какие ловушки или подводные течения ожидают, а затем объясню, как исследование таких ловушек или таких подводных течений, невольных смещений, помогает нам в том числе переводить массивы текстов, нам непривычные. И сближение французской и новогреческой философской лирической словесности, так мы ее назовем, оно требует некоторого объяснения. Выбор такой, помимо биографических моих обстоятельств, диктуется двумя вещами. С одной стороны, необходимостью преодоления той культурной мифологии, которая до сих пор давлеет многим переводчикам или журналистам, пишущим об этих вопросах, а именно о мифологии, о таком особом изяществе, чувстве прекрасного, которое связывается с этими мирами, которая, конечно, отразилась во множестве анекдотов, начиная от древнего пластического грека Козьмы Пруткова, который известен, как мы помним, выпуклыми формами лимона и колонн, и кончая известной шуткой о том, что во Франции даже дворники говорят по-французски. То есть, есть культурный миф и о том, и о другом мире, как о мирах заведомо готовой аксиологии, которая позволяет создавать некоторые безупречные тексты с чувством стиля. Помню, как на одном из занятий по античному искусству говорили, что вот наверняка в древнегреческой трагедии все изображалось очень условно, потому что, дескать, греки, в отличие от других народов, обладали особым чувством изящного или прекрасного, которое не давало им нарушить меры. При этом совершенно не замечают то, что само понятие меры вырабатывается в этой культуре, а отнюдь не является готовым. Что то, что мы обычно описываем как готовое слово, пользуясь известным термином Александра Викторовича Михайлова, что это скорее принадлежность римлян, которые приходят вторыми в культуру и уже исходят из того, что многие жанровые формы, включая те жанровые формы, которые хранят понятие меры, им уже даны. И как греческую культуру мы знаем по преимуществу по римским копиям, так и получается. И греческие представления об изящном, которые были несколько раз мифологизированы в романтическое, предромантическое и послеромантическое время, мы тоже знаем по копиям. Венкельман все-таки работал в Ватиканском музее, а отнюдь не в греческих землях. Конечно же, для меня руководством здесь при изучении той и другой культуры было участие в важном международном проекте под названием «Европейский словарь философии» или «Словарь непереводимости», проект руководимой Барбарой Кассан. Первое издание этого словаря вышло в 2004 году и сейчас выходит издание его на многих языках. Он как раз создан для того, чтобы показать философскую терминологию как такую «work in progress», такое постоянно становящееся явление, а не набор готовых смыслов. Этим подход Барбары Кассан и ее коллег, более 150 ученых, отличается от привычной, например, немецкой «бегрифская» «щихте», которая исходит из того, что готовые социальные контексты создают и готовые употребления. И задача исследователя только показать границы этих употреблений. Тогда как данный подход мне ближе, потому что он позволяет иметь дело не только с культурами, в которых социальная стратификация и культурные паттерны являются заранее известными, и заранее мы знаем, как правило, драматического взаимодействия, но и те культуры, в которых это драматическое взаимодействие выясняется не сразу, в которых, наоборот, происходит становление. Барбара Кассан до того, как занялась словарем непереводимости, перевела несколько важных книг, в частности книгу Ричарда Онианса, которая есть в русском переводе, называется «На коленях богов», и которая посвящена тому, как в дофилософское время, до Платона и Аристотеля формировалась ментальная и психологическая терминология. В этой книге Онианс блестяще доказывает, что на самом деле речь до того, как Платон и Аристотель фактически создали такую социоморфную модель развития человека и работы его ментальной и психической сферы, где есть царь-ум, где есть подчиненные чувства, то есть многократно мифологизированная, но по сути социоморфная модель, вписанная, в частности, в проект платоновского государства, которое, как вы помните, должно было быть не о государстве, а вообще такой универсальной энциклопедии. До этого представления о функционировании тех или иных органов, взгляда, мысли, чувства, ощущений и так далее, они строились не по образцу, как это участвует в какой-то драме, как это участвует в неком сценарии социального взаимодействия. А что из этого следует? Например, гнев оценивался не потому, как он влияет на остальные чувства, а как этот гнев дальше работает, и что из этого следует для всей судьбы человека. В этом смысле представления о судьбе, фатуме, они сходились одновременно с биопсихологическими представлениями. Важно, допустим, что гнев вызван разлитием желчи, что гнев вызовет еще больше, например, разлития желчи, и, следовательно, поэтика, фактически, работы тех или иных органов исследуется не как их место внутри какого-то сценария, а как развитие одной и той же функции, что из этого следует. Надо заметить, что эту особенность греческой культуры поняли очень многие теоретики, например, то, что делал у нас Сергей Сергеевич Аверинцев, например, на материале изучения византийской культуры, его продолжатели, сошлюсь на недавнюю книгу Ольги Седоковой «Марийны слезы» о православном богослужении, они как раз подчеркивают то же самое о византийской культуре, которая напрямую наследует греческой, что в ней, в общем-то, тот же подход сохранился, и то, что мы называем апофатическим богословием, то есть умение называть предмет не с помощью сетки понятий, которые отталкиваются от каких-то понятий или притягиваются к ней, а как возможность созерцать предмет, только намекая на него и ждать, какие выводы из этого предмета будут сделаны, а не то, как этот предмет ведет себя внутри какого-то сценария, это как раз очень важная составляющая культуры. Важно не то, как интерпретировать данную ситуацию психологическую и так далее, а что именно из этой ситуации следует. Я исхожу из того, что данный подход сохраняется во всей греческой культуре. Как раз вчера мне удалось посмотреть фильм Йорго Салантимуса «Убийство священного оленя», одна из киносенсаций последнего времени, и как раз я увидел, что, по сути дела, данный фильм не может быть истолкован в каком-либо реалистическом ключе, как некоторая история психологической драмы, потому что в психологическом ключе он прямо противоположным образом должен быть понят, не как фильм о судьбе, который является в виде вестника судьбы, а как фильм о маньяке, преследующем добродетельную такую викторианского типа семью. Но на самом деле целый ряд намеков в этом фильме, в частности, отсутствие какой-либо перспективы трех поколений, все решается внутри двух поколений, говорит, что на самом деле речь там идет об античном роке, и все биологические события, которые там происходят, и триллеровая часть этого фильма, то есть непонятные болезни, непонятное поведение организма, это, конечно, вопрос не части драматического спектакля, а, в общем-то, действия такого античного рока. Когда герой плачет кровавыми слезами, важно не то, как это, какие выводы из этого сделают герои, а то, что рок на нем сбывается, и выводы должны сделать, по сути дела, все, что фактически перед нами нечто показывается, а не дано внутри какой-то схемы сдержек, противовесов или хитростей. В этом смысле я вернусь к этому противопоставлению неготового слова греков и готового слова римлян, и, конечно же, в Риме уже были найдены механизмы такого, некоторого компромисса с судьбой, в том числе и с фатумом собственного организма. Достаточно вспомнить, когда Нуме Помпилю, согласно изложению Плутарха, было велено принести голову, он перенес луковичную голову. То есть с помощью подмены некоторого понятия, с помощью, по сути дела, такой метафоры, он фактически разорвал со старой культуры эпос и трагедии и создал ту культуру, которую мы знаем как культуру романов, в которой все строится на некоторых метафорах, что частная жизнь является метафорой более общих социальных закономерностей, и то удовольствие от текста, которое мы получаем, как раз основано на этой постоянной метафоризации, постоянного избегания конфликта. Те структуры, например, романа, которые описывал Ролан Барт в своих знаменитых аналитических работах, они, по сути дела, и имеют дело с такой постоянной револоризацией ситуации, что каждая ситуация может быть прочитана метафорически, поэтому она может быть превращена в некое удовольствие от текста, но это метафорическое прочтение, поскольку оно становится предметом нового, трагического и так далее прочтения, оно может быть удержан и в своем чисто эстетической перспективе. Мы, конечно, можем читать о трагических событиях, допустим, в романе, опять же, мы можем переживать даже какие-то намеки, как тревожные или трагические, но все равно удержание чисто эстетического поля по Ролану Барту будет необходимой частью просто чтения как процесса, иначе просто не удастся пересобрать ту эстетическую реальность, которая здесь есть. Интересно, что Ролан Барт, раз мы уж перешли от греческой культуры к французской, действительно показывает, что в французской культуре как раз больше, по видимости, чем, например, в культуре немецкой, удалось посмотреть на эту ситуацию романную, на эту ситуацию вот такого компромиссного взаимодействия и чисто эстетического понимания вещей, со стороны. И, во всяком случае, Ролан Барт анализирует ситуацию как классицизма в качестве такой постоянной подмены на самом деле, и здесь важны, например, замечания о том, что модель Фрейда, она является, в общем-то, ориентируется не столько на древнегреческую культуру, не столько на исконный миф об Эдипе, сколько на его классицистские переработки, то есть на конфликт между чувством и долгом, которого, собственно, античная культура не знает, потому что долг возникает там, где справедливость. Опять же, когда вчера я делал некоторые выводы из фильма «Лантимоса. Убийство священного оленя», то как раз было видно, как неправильно наши зрители, допустим, привыкшие к реалистическому или психологическому кинематографу, понимают справедливость. Потому что никакого вывода справедливости из этого фильма сделать нельзя, собственно, почему кара распространяется на следующее поколение, как вообще работает кровная месть. Нельзя это свести ни к готовым моделям структурной антропологии, ни к тем моделям романной справедливости, к которым мы привыкли. Но просто в доплатоновское время, в доаристотелевское, до победы, собственно, и философского рационализма, дико, то есть справедливость, это область богов, то есть люди, они не могут, в принципе, быть справедливыми, только боги, как таковые, могут быть справедливыми, поскольку за ними отстается воздаяние, такое мнение, азвоздам, и никакой, собственно, дико в таком социальном мире, как такового, нет. Есть судьба, есть послушание богам, есть непослушание богам, есть очень развитые трагические сюжеты, которые всякий раз моделируются, которые ставят в отношение к этой справедливости, но как таковое, дикое в социальном мире нет. Тогда как психологическая трактовка, которая требует, чтобы, если несправедливость, то некий драматив справедливости вызрел внутри сети социальных взаимодействий, они эту ситуацию воспринять не могут. Это, конечно, очень важно для исследователей, в том числе французских исследователей, так как обращение как раз к гетерокультурным таким традициям стало важнейшим вообще направлением в развитии того, что я называю таком вот философским лиризмом. И сама Барбара Кассан написала книгу о ностальгии, я ее перевел, которая представляет собой как раз лирические очерки о происхождении ностальгии, о том, как она работает. И более новый мой перевод – это книга Франсуа Федье «Видение в метафизику», о которой я и буду говорить. Также я выбрал для разговора книгу современного греческого поэта Фана Састатопулуса, название, которое и трелло, конечно же, отсылает к миру французской культуры, потому что трелло, то есть «безумие», это, конечно, воспринимается как перевод «фольи», то есть термин, который, начиная с Бадлера, был очень тематизирован в французской культуре, что это означает не «безумие», а определенную форму отношения поэта к собственному творчеству, что поэт не может тематизировать собственное творчество, как это было в романтизме, то есть выдвигать его как момент собственной безупречности или собственное откровение, но может описать его только как «фольи», то есть только как действие некой силы, которая не может быть рационализирована, а потому постоянно пытается дискредитировать поэта. И вот это движение поэта между дискредитацией и избеганием этой дискредитации после Бадлера стало ключевым во французской поэзии, и, конечно, Статополос, ориентирующийся на эту традицию, в том числе на традицию французских стихов в прозе, конечно, иногда имеет в виду этот французский субстрат. Франсуа Фидье, французский философ, преподаватель лицея, известный, в общем-то, русскому читателю, несколько его книжек небольших, правда, переведено, он как раз, наоборот, один из немногих таких вот, точнее, многих французских эллинофилов. То есть он принадлежит, как и Барбара Кассан, и как все, к очень мощному французскому хайдегерянству. Нужно немножко объяснить, что это такое, потому что у нас плохо представляют, почему Хайдегер стал после Второй мировой войны во Франции, в общем-то, популярнее и авторитетнее, чем в Германии, где он был лишен права преподавания. Дело все в том, что Хайдегера приглашали, прежде всего, как человека, способного объяснить, что такое, собственно, философский стиль, и, главное, как может философская речь не описывать свой предмет, а заставлять к нему относиться каким-то образом по-касательному. Собственно, французское хайдегерянство было вторым таким экспериментом после французского гигельянства, там, Кожева, Валя или Ипполита, который был антр-дегер, между двумя войнами, между двумя великими войнами, и где тоже была попытка создать философский язык, который будет состоять не из понятий, которые напрямую будут атаковать предмет, а из описаний, которые будут сами себя в чем-то дискредитировать, сами показывать свою недостаточность для понимания ситуации. Напомню, что ученик Кожева, крупнейшего французского гигельянца русского происхождения, писатель Раймон Кено как раз всю свое литературное творчество, которое иногда отождествляют с абсурдизмом, посвятил именно фактически реализации такого проекта. То есть демонстрации того, как способ описания не соответствует той предметной реальности, которую вроде бы он должен схватывать. Что автономия предметной реальности и ее собственные законы остаются вне зависимости от того, как мы их описываем. И, следовательно, цель философии состоит не в том, чтобы понятийно определить реальность, а в том, чтобы показать, как мы можем относиться к этой реальности. Как, несмотря на то, что язык нас постоянно подводит, мы к этой реальности можем относиться. Ну, все помнят, наверное, упражнения в стиле кино 1946 года, рассказ о поездке в автобусе, представленной в виде 92 совершенно разных, несовместимых с друг с другом жанровых стратегий, цель которых показать, что никакая речь, определяющая ситуацию, определяющая действительное положение вещей в мире, не является достаточной для того, чтобы понять автономию тех законов, по которым живут вещи в мире. И на самом деле, при том, что обычно Хайдеггер у нас, например, в стране часто ассоциируется с мифологизирующей мыслью, то есть мыслью, которая создает некий новый такой мир свой, и даже с такой вот правой мыслью его ассоциирует, но во Франции как раз Хайдеггер воспринимался совершенно независимо от его часто реакционных бытовых политических убеждений и воспринимался прежде всего как следующий этап в развитии того же, что делали гегельянцы, что делал Раймон кино и так далее. То есть фактически был вписан в постабсурдизм, как ни странно, а вовсе не в такую фундаменталистскую философию, как это предстает в некоторых других интерпретациях Хайдеггера. И суть была в том, что хайдеггерская речь рассматривалась как речь, постоянно, так сказать, проникающая к миру, постоянно очерчивающая какие-то его возможности, но не речь напрямую называющая вещи и требующая их определения. Прежде всего французская культура здесь стремилась преодолеть влияние картезианства, которое было после Первой мировой войны воспринято прежде всего как такой тупик коммуникативный, что фактически доказательство того, что я существую, при том, что оно безупречно, оно не объясняет, как другой существует. Поэтому вся фактически французская философия после Первой мировой, после Великой войны разбивается как философия в тех или иных формах, обосновывающих существование другого. Причем, если сначала другой мог выступать как некоторая фикция, как некоторая фигура речи, то постепенно этот другой как раз обретает некоторую телесность, плоть и в некотором смысле тело, то есть как некоторая автономная структура, полностью не подчиняющаяся каким-то законам, и выступает в качестве этого другого, в качестве той, в общем-то, абсурдной судьбы, которая и ждет до некоторой степени все мироздание. И, собственно, допустим, стратегии Деррида, они все именно на этом и построены, что в актическе любая мысль коренится в некоторой такой телесной ситуации, например, ситуация обрезания для Деррида или ситуация его алжирскости или какой-то еще, именно показывая автономию развития тех законов, с которыми, в конце концов, придется считаться и интеллектуальным законом. И, собственно, то, что здесь и возникает, здесь действительно возникает, особенно во французском холегерианстве, такой тип, в общем-то, лирических зарисовок, который, конечно же, возник благодаря тому, что такие авторы, как, например, Афидье, меня интересующиеся, они помимо учета всех этих традиций, гигерианства, холегерианства и других, также обращаются, конечно, к наследию Монтене и пытаются воспроизводить такие очерки, а также к стихотворениям в прозе Бадлера, которые становятся для них одним из образцов, как они стали образцом для моего, для одного из современно-греческих поэтов, книг, которого я перевел, это Тануса Ставтополоса. Вот как раз сейчас мы перейдем к тому, как я вынужден был переводить на русский язык те или иные фразы, те или иные эпизоды или пассажи из произведений того и другого автора, чтобы показать, насколько русский язык, иногда непривычен к этой логике и насколько это, какие изобретения пришлось при этом применять. Собственно, и Трелла, собственно, то есть Фолли, собственно, Безумие Ставтополоса, это небольшая книжка, меньше чем на 100 страниц, состоящая из таких зарисовок, иногда это может быть два или три слова, иногда это может быть целый текст, даже больше похожий на газетную колонку. Несколько из этих текстов действительно были опубликованы в греческих газетах в качестве критики. И вот начинается эта книга вот такой зарисовкой о себе, которую я сначала дам в подстрочнике, потом объясню, как я это переводил. Первая фраза «Понимаешь всегда слишком поздно то, что ты должен был бы схватить или понять гораздо раньше». Значит, «Понимаешь всегда слишком поздно, что должен был понять гораздо раньше». Главное проблемное слово стало вот это «каталавр», то есть «понимаю», «каталавену», которое имеет много значений, собственно, это греческое «ламбану», «постигаю», «схватываю», и которое на самом деле является здесь ключевым. Собственно, конечно, русское «понимаю» это, конечно, может восприниматься как калькас этого греческого слова, и действительно оно единственное, которое можно подобрать в качестве аналога. Но о чем здесь говорится? Здесь говорится не только о каком-то понимании в качестве раскаяния, а о том, что ты должен был понимать что-то много раньше буквально, «полинорис», то есть «совсем рано», «намного раньше», то и это противопоставляется пониманию слишком позднему. Собственно, значит, «аргай», то есть «запоздалую» или «буква», собственно, первоначально, это этимологически от «аргоз», то есть «бездельный», то есть тот, кто ничего не делает, тот запаздывает. Поэтому «поздно» – это обычно говорится именно про опоздание, и в русском «опоздание» звучит это слово «позднее». Кто опаздывает, тот всегда поздно, и тогда как в... И смысл этой фразы ясен, что когда ты встаешь поздно, когда ты являешься слишком поздно, то ты не можешь уже понять то, что на самом деле, в общем-то, было понятно само по себе. То есть на самом деле цель, как мы увидим дальше, сказать не о том, что ты чего-то не понял в жизни, а сказать о некой самопонятности мира, по отношению к которой мы запастываем. По сути дела, появляется такая хайдеггеровская тема, которая продолжается в следующей фразе. Ты понимаешь часто «экто» и «стерон» из последующего, то, что ты должен был понять из предыдущего. И, собственно, это логические термины, и также риторические. Например, выражением «юстерон-проторон» последующая раньше называется «речевая инверсия», то есть, в общем-то, грамматическое явление. Здесь, конечно, нельзя было говорить из последующего и из предыдущего, потому что тогда бы получалось, что герой вовлечен в некоторую ситуацию, там, логики событий, из которых он делает выводы. Здесь же попытка описать некоторого экзистенциального героя, который оказывается перед некоторой самопонятностью мира, но почему-то не может дойти до этой самопонятности. Поэтому я перевел, понимающий всегда из сбывшегося, то, что должен был бы понять из не сбывшегося. Имея в виду, конечно, Хайдеггеровское интерпретацию события, как то, перед чем человек вдруг оказывается неожиданным для самого себя. Это позволило выключить это стихотворение из романной логики и включить его именно в ту лирико-философскую логику, которая связана с такой вот хайдеггеровской ситуацией, причем восприятием Хайдеггера во Франции. Сам Старстополус очень внимателен к этой традиции, поэтому ее всегда надо учитывать. Потому что ты на самом деле имел впечатление, что вещи именно такие, как ты их понял с самого начала. Здесь, с точки зрения, если бы мы переводили в романном ключе, то мы бы увидели противоречие. Так понял герой вещи или не понял? Понял ли он в начале то, что происходит или нет? Я перевел это так, потому что имеешь смелость считать, что дела суть то, за что ты их принял в начале. Что речь идет не о том, что ты в начале, допустим, представлял дело так, а теперь ты должен представлять иначе. То есть не о переходе от наивного реализма к рефлексивной ситуации. Речь идет о том, что ты начинаешь выносить некоторые поспешные суждения. Имеешь смелость считать. Здесь, конечно, нужно... Основание для такого перевода это слово акрибос, точно, которое имеет научный смысл акрибии, но в новогреческом разговорном языке означает такую вот поспешность и в том числе выступает как эмоциональная реплика. Акрибос употребляется часто почти как синоним слова эндакси, то есть окей, так точно, сразу понял и так далее. То есть если учитывать не только научное значение слов, но и разговорное, то тогда становится понятно, а, собственно, что делает Сатопулос в этом стихотворении. Это, конечно, очень важно, потому что для русского переводчика всегда есть два искушения при переводе новогреческой поэзии. С одной стороны, так как базовым знанием для переводчиков обычно является древнегреческий язык, то есть одно из искушений является в том, чтобы вчитывать древнегреческие слова, не учитывая разговорных узусов, а другое искушение состоит, наоборот, в том, чтобы обратиться к современным словам употребления и, наоборот, дистанцироваться от любых древнейших значений. Но на самом деле, как раз уроки, допустим, Франца Федье в его книге «Введение в метафизику» состоит в том, чтобы постоянно улавливать то, как именно, в том числе и слова древнегреческие, слова Платона, слова Аристотеля или какие-то еще слова, они были вполне разговорными. И в том числе использовались с экспрессивным, а не только с философским значением. Вот, например, отрывок из рассуждения Федье. Значит, аристотелевское понятие «топос», значит, «место» выражает идею размещения в нужном месте. Каждая вещь от природы имеет свое место. Значит, и, значит, скажем, «белкой» ее место на дереве, и если ее выпустить, она вернется на свое место. Конечно, здесь мы видим, что излагается, в общем-то, известное науковедческое положение о том, что представление о топосе до ньютоновской физике это представление о месте, удобном для вещах. Но обычно это, когда противопоставляют ньютоновскую физику с местом, которое понимается как место в системе координат, и до ньютоновскую аристотелевскую физику, где место это лишь, собственно, это некоторое желанное и удачное для вещь, собственно, расположение, то, где она может расположиться, то имеют в виду, в общем-то, некоторую нелепость античного представления. Некоторые говорят даже о том, что, дескать, наивное античное сознание, оно не понимало никаких абстракций, мыслило слишком конкретно, якобы, это я встречаю там в десятках книг по истории, философии, науке, и поэтому не могла отрешиться, допустим, вот того, что дом там подставляется на место-место. На самом деле, конечно, Фидье, как ученик Хайдеггера, исходит из прямо противоположного. Дело не в том, что философ еще находится некоторое время в плену у наивных, скажем, бытовых представлений, отождествляет место со своим домом, а в том, что то, что раньше считалось таким рудиментом, который нужно преодолеть, должно стать по Хайдеггеру целью философского мышления. То есть философское мышление должно выяснить, а как именно философская речь может вновь собрать жизненный мир человека, или же хотя бы показать границы этого жизненного мира. Поэтому для меня был некоторый, собственно, вызов, как переводить, значит, как переводить это рассуждение, значит, и о месте. И, значит, ну, я вот нашел вот такой вот выход. Значит, это что? Значит, что место, это, значит, в оригинале буквально сказано, значит, место белки на дереве, значит, значит, если он, то есть ее освободит, она вернется на место. Конечно, если, конечно, слово освободить для перевода не подходит, потому что имеется в виду, конечно, не освобождение там белки из клетки, а ее возможность быть свободной. И, конечно, я предпочел слово выпустить, поскольку в нем звучит это русское пусть экспрессивное, то есть пусть вещи будут такими, как они есть. Поэтому, конечно, не освободить белку, а выпустить. Значит, ее место на дереве я перевожу. Буквально во французском, конечно, сказано ее место дерева. Значит, ну, по-русски это, помимо того, что это не звучит совершенно литературно, потому что это понимается как закон тождества, это еще и нарушает некоторый дух языка, поскольку здесь, разумеется, во французском оригинале стоит определенный артикль, что ее местом является конкретное дерево. Чтобы не привносить слово конкретное и сохранить динамику текста, я предпочел сказать на дереве. Имеется в виду, что сама белка выбрала себе свое дерево, может на нем сидеть, и она сама знает, какое дерево конкретное, а какое нет. Вот эта постоянная необходимость для русского переводчика помнить о том, что в русском языке нет артиклей, что в тех языках, с которых он переводит, есть артикли, она создает, на самом деле, множество трудностей или множество возможностей. Значит, место выражает идею размещения в нужном месте. Emplacement, французское, конечно, очень хорошо действительно ложится в русское понятие размещение, потому что размещение имеет два значения и такого вот существительного, в котором видна глагольность, то есть размещение чего-то, фактически такое, фактически звучащий глагол, и размещение в значении уже размещенные вещи. Поэтому я перевел, собственно, не просто размещение, а размещение в нужном месте. Вроде бы это некоторое прибавление к переводу, которое мне нужно объяснить, почему не просто размещение, а размещение в нужном месте. Потому что emplacement имеет в виду то, что вещи уже как бы уже размещены. Русское размещение может иметь в виду то, что вещи еще не размещены. Я думаю о размещении в том смысле, что я еще ничего не разместил. Я приехал в пустую квартиру и думаю о размещении. Как разместить вещи, которых в квартире еще нет? Тогда как французская текст как раз думает о том, что это размещение уже производится. Вот это как раз любовь Францау Фидье постоянно употреблять как будто бы обрывочные, часто лирические фразы, когда просто заканчивается. Это размещение или это, допустим, созидание, это проращивание, это состояние. Эти фразы, которые в русском буквальном переводе, они звучат как совершенно обрывочные. Но если подумать, то имеется в виду, что как раз Фидье пытается мыслить в той самой греческой логике. Не то, что именно происходит или может произойти внутри какой-то бытовой такой романной ситуации, а что из этого следует. То есть из emplacement следует то, что вещи уже знают свое место, а не знают, где их дом. Поэтому размещение в нужном месте, оно, конечно, будет более удачным переводом, потому что слово «нужный», оно как раз выражает некоторую такую логику бытовую, что мне нужно в доме то-то и то-то, нужда и прочее. Как раз идея домашности без введения слова «дом» здесь вполне оказывается очевидной. Соответственно, лирико-философский, значит, или, например, допустим, другой вариант того, что переводит Фидье, допустим, это как он объясняет, что такое эпистемия, то самое греческое слово, которое означает иногда знание, науку или буквально, собственно, если переводить это, в общем-то, компетентность. Другое дело, что, и, собственно, как и всяких эдегирянец, Фидье доказывает, что никакого на самом деле, что никакая латинская сциенция не может перевести, и как это греческое эпистемы, потому что эпи означает взгляд сверху, а стема означает умение стоять впрямо, то же, что в латинском старый, в немецком штейн, ну и прорибаем в русском стол, то есть русский акварий не штуль, стул там немецкая, значит, и, значит, и здесь посмотрим опять, что в оригинале, значит, говорится, что, значит, значит, что в греческом это, значит, буквально сказано, что эта приставка означает, соответственно, высоту во взгляде на некоторую вещь, или же умение быть над какой-то вещью, буквально там, буквально даже можно сказать там, направлять взгляд, значит, брать буквально высоту в отношении какой-то вещи, оттёх, собственно, высоту, значит, видеть какую-то вещь, направлять взгляд на эту вещь, но по-русски все эти брать высоту или направлять взгляд, это очень модальные оценочные суждения, поэтому я решил перевести не взятие высоты над какой-то вещью, потому что брать высоту над вещью, это означает чувствовать преимущество над этой вещью, а взятие высоты, это как взятие показаний, или взятие, там, крепости, когда порядок полностью изменился, это полное изменение порядка нам известно. Поэтому очень часто при переводе лирической прозы приходится использовать такие, значит, отглагольные и существительные, которые немножко, конечно, утяжеляют сразу русское повествование, но которые зато позволяют сразу же говорить о том, что расположение вещей существует не только в силу нашей воли, или в силу тех оценок, которые позволили нам видеть некоторую такую романную структуру эмоциональных отношений. И возможность, значит, возможность увидеть эту вещь сверху, буквально там сказано увидеть просто какую-то вещь, там слово сверху не дано, но дело в том, что французское везе, оно обычно ассоциируется с работой приборов, то есть видеть может не только человеческий взгляд, но может видеть, допустим, бинокль, может видеть камеры и так далее. Мы, конечно, можем говорить, что фотоаппарат видит или кинокамера видит, но у нас это воспринимается как метафоры, и даже метафоры чересчур смелые. Тогда как увидеть вещь сверху, понятно, что это сразу вносит какое-то удивление, что мы эту вещь замечаем сверху, то есть такой неестественной для нас позиции, с несколько искусственной позиции, но с другой стороны показывает и функции науки, что наука это не видение вещей в метафорическом смысле, как мы привыкли в русском языке говорить, а в буквальном смысле, то есть умение использовать зрение в качестве прибора, в качестве регистратора того положения дел, которое на настоящий момент сложилось. И в этом смысле перевод Федье, он помогает в том числе разобраться с некоторыми нашими расхожими представлениями о науке. Что мы имеем в виду, когда наука видит, наука утверждает или наука что-то еще делает. В русском языке это часто смелые метафоры, но когда они начинают использоваться в качестве аргументов, это создает превратное впечатление о науке как о достаточно авторитарном утверждении. Соответственно, мне нужно было всячески избегать этого авторитаризма. Точно такого же авторитаризма я пытался избегать при переводе Стасополоса. Допустим, следующая фраза, которая я перевел, «дела понятны только из бывшегося после», буквально там сказано «дела только такие, значит не могут быть другими, кроме тех, которые ты понял из последующего». Но по-русски «дела не могут быть такими, а только другими» – это заведомо оценивающее утверждение. Тогда как здесь, конечно, Стасополос пытается создать ситуацию меланхолии. И «Алла Апо Афта» – это кроме того, что это такая несколько громоздкая логическая формула, в разговорной речи «те Алла Апо Афта», а что еще, а что так может быть буквально? То есть он размышляет на самом деле не о том, что дела могут существовать только, что, так сказать, человек с задним умом крепко понимает суть дел только задним умом и приобретает некое роковое знание. Но что как бы роковое положение, оно с самого начала, потому что это «Алла Апо Афта» означает «а что, разве так?» Может быть так, а может быть иначе. То есть язык с самого начала задает вопрос о роковом положении дел, и на самом-то деле мы все знаем заранее. Нельзя и в некотором смысле трагическая вина с нами с самого начала, но такие речи, речевые выводы мы можем сделать только потом. Поэтому вот перевод таких книг, он позволяет, во-первых, отойти от привычного представления о речи, как о такой манипуляции или отражении таких закономерностей, и показать действительно поэтическую функцию речи. Что разговорные такие, постоянно формулировки и такие намеки, как Хайдеггер называл это, виньки, намеки, которые вплетены в речь, они на самом деле важны для понимания того, как мы относимся к миру, больше, чем описание самой этой ситуации, отношения к миру. То есть фактически я ставил целью, вот на тех немногих примерах, которые в 45 минут, в которые ровно укладываюсь, мог бы привести, ставлю целью, по сути дела, не познакомить просто с какими-то обращиками поэзии или мысли, но рассмотреть вот такую вот лирическую прозу, как такую странную амальгаму разговорной речи апофатического богословия и понятийного аппарата, которые требуют при переводе на русский язык преодоления речевой инерции, даже если при этом приходится делать текст иногда чуть более громоздким, но зато никогда он не становится вялым. Поэтому для меня удовольствие перевода таких текстов, что это тексты не вялые в принципе.